Молодежь Брещины постоянно посещает священную землю Брестской крепости и соприкасается с ее историей. У ребят, которые живут в других регионах страны, тоже есть знаковые исторические места, но многие из них не бывали в легендарной цитадели. Представители Брестского государственного технического университета при поддержке Министерства образования и Брестского горисполкома организовали республиканский молодежный патриотический форум «Цитадель памяти» и предоставили юношам и девушкам из разных уголков Беларуси и России такую возможность. Идея форума возникла очень давно, но мы очень долго готовились к нему и, наверное, знаковое событие 80-летие освобождения республики Беларусь от немецко-фашистских закладчиков, оно еще больше нас подвигло именно в этом году провести первый форум, республиканский молодежно-патриотический форум «Цитадель памяти». 29 университетов заявили об участии. Мы тщательно посмотрели все работы, мы отобрали самые лучшие, мы пригласили наших российских студентов, которые тоже провели очень серьезный отбор и вот на сегодняшний день первому форуму быть. Старт проекта был дан на священной земле Брестской крепости. Именно она была, есть и будет неистекаемым источником патриотизма. Той цитаделью памяти, которую сегодня так важно сохранить, чтобы события военного лихолетия никогда не повторились. Брестская крепость защищала 33 национальности и мы всем рады, кто к нам с любовью, я всегда говорю, от нас с добром. Потому что мы не делили на русских, белорусов, украинцев, узбеков, казаков. Все люди, которые были на этой земле, они отдали свою жизнь за сегодняшний мир. Я хочу поблагодарить организаторов, потому что это люди, которые понимают суть этой трагедии и наша с вами задача сегодня сохранить и передать это нашим будущим поколениям. Я хочу поблагодарить всех и пожелать вам удачи и, как говорится, в добрый будь форум. Выступая перед участниками форума, заместитель министра образования Беларуси Александр Кадлубай подчеркнул важность поиска новых проектов, мероприятий, которые позволяют сохранять историческую память. А также добавил, что приятно видеть вместе молодых людей, чьи предки плечом к плечу сражались за свободу и независимость своей родины. Такие форумы позволяют сплотиться и укрепить дружбу между народами. Министерство образования всегда ставило задачи, но нужно отдать должность, что эти задачи с легкостью откликались высшие учебные заведения Республики Беларусь. Это о том, что крупные межвудовские патриотические проекты должны быть в каждом высшем учебном заведении нашей страны. Отрадно отметить, что Брестский государственный технический университет собрал здесь на площадке в эти памятные для всей Беларуси дни 140 студентов из 29 вузов Беларуси, представители семи высших учебных заведений Российской Федерации на своем патриотическом проекте «Цитадель памяти». Я уверен уже на сегодня, что данное мероприятие станет традиционным, потому что оно очень легко нашло отклик у белорусских высших учебных заведений. Я уверен, что будет шириться география. Чтобы стать участником форума, молодые люди провели большую подготовительную работу. Кто-то занимался научно-исследовательской деятельностью, изучал архивные документы, искал новые факты героизма советского народа в годы Великой Отечественной войны. А уже сегодня они стоят на священной земле Брестской крепости, где каждый метр пропитан кровью солдат, защищавших нашу родину. Моя работа про немецко-фашистский геноцид белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Выбрала эту тему, потому что считаю, что это очень важно помнить, очень важно знать и никогда не забывать. Пробираю дрожь, потому что это очень трагичное событие. Это, как я уже говорила, нельзя забывать. И поэтому тут, где и как раз-таки начались самые страшные события, очень хорошо, что именно здесь и начинается и проходит такой форум, такое событие. Мы являемся медиа-амбассадорами Студ туризма, и мы представляем Брест и данное мероприятие на платформе институт туризм.рф. Но на самом деле мне самой хотелось побывать в этом месте и именно в такую дату, как 22 июня, потому что я давно читала про историю Брестской крепости, про все события, которые здесь происходили. И для меня важно самой прочувствовать всю эту атмосферу, которая происходила тогда. По завершению торжественной части для студентов и учащихся, помимо защиты проектов, была подготовлена познавательно-развлекательная программа. Юноши и девушки приняли участие в экскурсии к вести в Брестской крепости. Не менее насыщенный выдался и второй, завершающий день форума. На этот раз всех участников собрали в стенах Брестского государственного технического университета, где и подвели итоги конкурсов. В этом году это действительно был первый шаг, который в то же время нисколько не был блинным комом. Первым классное мероприятие, которое состояло из многих важных этапов, включая и вечер у костра, и другие вещи, которые позволяли нашим ребятам общаться, думать о совместных проектах, обмениваться идеями. Но самое главное, это, конечно же, конкурс проектов в сфере архитектурных форм, в сфере видеороликов, эссе и других направлений. Ну, как, в общем, мне подтверждают коллеги, которые являлись участниками жюри, просматривали все конкурсные работы до слез. Те работы, которые представили юноши и девушки, были не только выполнены на достойном уровне, но и с хорошими и интересными идеями. Но, как и в любом конкурсе, всегда есть победители. Люди, которые приложили немного больше усилий и креатива, чем другие. Форум подошел к концу, однако для его участников это не конец мероприятия. Молодые люди сегодня ночью, 22 июня, присоединятся к митингу «Реквиуму», а на рассвете станут зрителями военно-исторической реконструкции обороны легендарной цитадели над Богом.